Здравствуйте. У вас газета есть объявление? Да, я в МКС. Пожалуйста. Под Новый год, по иронии судьбы, Федор Казин ищет свою Надю. Из Тюмени приехал в Тобольск подать объявление, чтобы откликнулась та единственная, ради которой преодолел километры. Первый раз мы встретились на автоводзале в Тюмени. Ну, сразу как-то симпатия произошла, и я решил познакомить, показать, где я живу. Потом, значит, когда там погостили у меня, она поехала к сыну. Сын научился на повара в Тюмени. Произошла эта история пять лет назад. Кроме имени и то, что она родом с Алтайского края, а в Тобольске работала в столовой, Федор ничего о ней больше не знает. Встретиться удалось всего два раза. Тогда он побоялся принять серьезное решение не расставаться. Причина, что я перестал звонить, что у меня было съемное жилье, у меня не было своего угла. Обязательно надо встретиться. Если она свободная и здоровая, да пусть даже не здоровая. Это не имеет значения, если бы она была свободной. Сейчас Федор под Тюменью купил участок, выстроил дом. Трудности его никогда не пугали. Десятый сын в семье в молодости был главой фермерского хозяйства. Сейчас в свои 69 каждое утро преодолевает по пять километров на велосипеде, делает зарядку, обливается холодной водой. И верит, что надежда откликнется на его любовь. Вот мы куляли с ней, вот так по Тобольску разговаривали. Я приезжал, мы встречались здесь, и вечером я уехал. А потом я потерял номер телефона. Вот обратился к вам в телевидении, может быть, она меня увидит, и пусть позвонит. Как у нее сложилась судьба, здоровье как, и вообще как жизнь. Считается, что под Новый год обязательно случаются чудеса. Если надежда Федора Казина смотрит эту программу, значит чудо обязательно произойдет. Юлия Савиных, Рустам Рузеев, Тобольское время.